Руси Русинский язык представляет целую группу, охватывающую несколько стран. У русинского есть несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание. Первое. Различаются гласные «э» и «о». Русины часто произносят слова, привычные русскому человеку так, что он невольно рассмеётся. Например, слово «небо» звучит у них как «небо», а ещё есть слово «дэрэво». Второе. У этого народа есть две буквы «о», одна из которых звучит как обычная русская, а другая — более звонко и протяжно. Третье. «Р» часто произносится смягчённо, словно к ней добавляют мягкий знак. То же самое касается буквы «в». Религия Христианство у русинов появилось ещё во время Великомаравского княжества. Братья Кирилл и Мефодий стали первыми миссионерами, которые поведали русинскому народу о христианстве. Их до сих пор считают одними из важнейших покровителей Закарпатской Руси. В честь них выстроено множество храмов. Изначально русины оставались верны православию, но многовековая изоляция и влияние греческого католицизма изменили их веру. Хотя сохранилась византийская литургия — обрядовость, характерная для Закарпатской Руси. Жилище Жилище русинов более всего напоминает избы. Их характерной особенностью являются большие крыши, нависающие над основной жилой частью. Крышу в традиционном доме могли делать из дерева или плотно связанных ветвей. Внутри обстановка напрямую указывает на влияние славян. Потолки в домах низкие, под ними располагаются деревянные балки. Мебель сделана из дерева. Для освещения используют лучину, подвешенную на балку. Посуда и столовые приборы тоже сделаны из дерева. Еда Кухня русинов сложилась под влиянием разных народов. В ней явно прослеживаются украинские, русские и даже венгерские корни. Традиционно кухню русинов принято относить к закарпатской. Главная особенность всех блюд — простота и легкость приготовления. Распространен картофель, капуста, кисломолочные продукты, кукуруза и сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова